Мастер Юджин, прости, что вызвал тебя. Я знаю, что ты очень занят в своей колонии в космосе на астероиде, но я давно наблюдаю за тобой и твоей работой, и считаю, что ты обязан об этом знать. Все в порядке, старейшина, я вас слушаю. Я скажу прямо, это шоу, оно великолепно. Вы правда так считаете? Поначалу я был скептически настроен, но это лучшее космическое шоу в мире. Ну, я бы так не сказал, конечно, но очень приятно это слышать. Да брось, я когда смотрю, не могу оторваться, оно просто космически затягивает. И я обещаю, оно станет только лучше. Я уже всех наших подсадил на это шоу. А знаешь, знаешь, мы в совете даже решили учредить награду за лучшее космическое шоу во вселенной. Ого. Я даже к такому готов не был. И награду за лучшее космическое шоу во вселенной получает... Юджин, отойди в сторонку. А? Что? Награду получает... Крайний космос. Благодарю вселенную за то, что это шоу существует. Поэтому, Юджин, я и считаю, что тебе стоит о нем знать, ведь ты тоже делаешь свое космическое шоу. Но я думаю, что вы про мое шоу говорите. Твое шоу — это помойка. Прости, оговорился. Космическая помойка. Тебе нужно учиться у Крайнего космоса. Я весь первый сезон залпом посмотрел. Он на приключениях лузера-космонавта и его инопланетного друга. Бешеная динамика, искрометные крылатые фразочки, настоящая дружба и героизм. Все это соединилось в сериале «Крайний космос». И теперь самое крутое. Наконец-то вышел второй сезон. И клянусь, гравитационными волнами он будет эпичным. И ты можешь смотреть его в озвучке «Кубик в кубе». Только на кинопоиске по подписке. С этой подпиской ты сможешь смотреть еще много чего другого. Например, «Рик и Морти», «Время приключений» и «Самурай-джер». Разорвись, моя черная дыра, ведь это лучшее событие во вселенной. Я не буду показывать. Все, я побежал смотреть второй сезон «Крайнего космоса» на кинопоиске по ссылке в описании. Отдай, Юджин, иди дальше, работай над своей колонией. Цикл сотый Кислород. Это один из самых важных ресурсов в любой колонии. Так гласит вступление справочника-дубликанта. И сейчас я абсолютно согласен с этим высказыванием, проходя с грузом руды мимо вентиляции. Фильтрованный горячий воздух хоть и обжигает легкие, но зато в глазах проясняется и перестает мутить. Не зря сударь-кударь постоянно ошивается на верхних этажах, якобы занимаясь демонтажем ненужных устройств. Кстати, мутить перестает только до первого приема пищи, потому что луковка, сколько бы он ни пробыл на астероиде, так и не научился готовить. Но грех его винить. Я бы справился еще хуже. И я предпочту провести лишний час в туалете, чем неделю умирать от истощения и недоедания. Цикл сто первый Наш логист на собрании сказал, что мы тратим слишком много времени на перемещение по колонии. Я выступил с инициативой сделать одну центральную лестницу, рядом с которой установить пожарный столб. Специальную полированную трубу, по которой мы бы скользили бы вниз, и экономили уйму времени. Предложение было принято единогласно. Тут же на повестке встал вопрос, кто расскажет мастеру Юджину об этом. Повисла неловкая пауза. Заседание решили перенести на неопределенный срок. Мы покинули кабинет, опустив глаза в пол. Цикл... Цикл сто второй Мастер Юджин занялся обустройством кладбища. У меня сжимались кулаки от злобы и бессилия, когда я обращался с товарищами навсегда. Неужели их гибели никак нельзя было избежать? Думаю, мы все знаем ответ на этот вопрос. И знаем, кто в этой ситуации виноват. Горькая ирония. Наши друзья мертвы из-за управления мастера Юджина, а мы живы тоже из-за его управления. Так кто же он? Добродетель? Или злодей? Думаю, эти материи слишком сложны для шахтера. Я должен идти отдыхать. Завтра сложный рабочий день. Цикл сто четвертый Сегодня я задумался, почему отрезки нашей жизни называются цикл. Согласно определению, цикл – это законченный круг развития в течение какого-нибудь промежутка времени. Не означает ли это, что мы все ходим по кругу? Есть ли исход у этого хождения? А что если наши циклы складываются в какой-то другой мегацикл, начало которого пещера, а конец вымирания колонии? Я уверен, что цикл работ мастера Юджина продолжится и в следующей колонии, как он продолжился после прошлых. Но что насчет нас? Цикл сто восьмой. С тех пор, как в колонии появилась столовая, мы назначили Вундер дядю официантом. Он со всей серьезности взялся за это дело. И все было хорошо, но сегодня, когда мы пришли на обеденный перерыв, один из столов был зарезервирован на имя Землеройка, который трагически погибл ранее. Когда мы попробовали уточнить, в чем дело, Вундер дядя страшно выкатил глаза и что-то прошепел на немецком языке, добавив, что стол был зарезервирован заранее. Отсюда вывод. Либо Вундер дядя очень ответственный и серьезно подходит к своему делу, либо он просто идиот. Цикл сто девятый. В колонии по приказу мастера Юджина были снесены все раскислители водорослей. Это замечательно, конечно, но лучше бы мы начали искать новые источники воды. Мы тратим ее на готовку, мы тратим ее на скрубер, мы тратим ее на полив растений, мы не... Мы вне восполняем ее запасы. Нужно копать в произвольном направлении, пытаясь найти гейзер воды, иначе все закончится быстрее, чем за 107 циклов. Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами выживать в космосе на астероиде. В игре Oxygen Not Included. Ты правильно улыбаешься, мой дорогой друг, на загрузке. У нас все нормально. Впервые я могу сказать, что у нас на колонии все в порядке. Система функционирует. Я даже могу сразу начать, чтобы вот у нас сразу шло время. Вы можете посмотреть кислородная схема. Она восхитительная, изумительная. Здесь плохо, но это не страшно. Кому тут дышать? Это наркосовед, что ли? Он мертв. Ему дышать не надо, поэтому все нормально. Но F надо нажать, чтобы респектнуть ему. Но сейчас я вдруг задумался, а все ли так хорошо, как мне кажется? Ведь если посмотреть на микробную схему, мы увидим заражение, 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 заражение. У меня возникла идея. Идея такая, что я даже не представляю, как я до нее додумался. Я не могу поверить, что я до нее додумался прямо сейчас. Я подумал. Вот о чем. Эта штука. Фильтры не убивают микробов. Все возбудители болезни остаются в отходах и производимой воде. Мой план дерьмо. Вот так вот сразу игра говорит. Жирек, стоп, 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 стоп. Дерьмо придумал. Думаю что-нибудь еще. Нет, эта штука не очищает от микробов. К сожалению, блин. Тогда стопимся. Надо понимать, что вообще делать нам с этим всем делом. Нам надо каким-то образом изолировать воду, очищенную от загрязненной. Но сначала нам нужно подумать, как вообще в принципе воду можно очищать. Я не знаю. Я в шоке, что у меня стресс ноль. И я просто не верю, что такое возможно. Но это так, ребят. Так, 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 так. У нас даже 7000 калорий. Это целую тысячу с лишним больше. Что? Что произошло? Луковка! Ты молодец! Смотрите, он скилл получил. И теперь 2 скиллпоинта. У него навыки. Инженер-универсал. А кто у нас теперь супер-шахтер? У нас нет шахтера? Вы что, охренели что ли? Почему у нас нет шахтера? Куда он делся? Модник-ученый. И потом инженер-универсал. Луковка. Вундердядя-фермер. Сударь-кударь-врач. Шлюпель. А, шахтер. Вот, все, у нас есть шахтер. В таком случае пока не будем париться насчет воды. Ибо кто-нибудь... Видите-ка, чтобы кто-нибудь умер? Нет. Кто-нибудь жалуется? Нет. Стресс ноль. А значит, забиваем на очищение воды. Да ладно. Максимально чистая вода. Ребят, это резервуар с водой. Чистой водой. Может быть, нам его использовать? Надо понять, как они определяют, из какой воды нужно пить. Посмотрим на водородную схему. Окей. Так, что у нас здесь? Что это за прекрасные схемы? Слишком сложно. Я вам так скажу. Исследование. Я даже не знаю, что нам нужно сейчас изучать. И что у нас изучается в принципе? Художественное выражение в данный момент изучается. Если честно, я реально не понимаю, что я должен сделать. Водоросли в дистиллятор. Он позволяет перерабатывать слизь, источник болезней, в водоросли и получать кислород. Насколько я понимаю, здесь очень много слизи, которые мы можем переработать в водоросли. А водоросли нам жесть как нужны. О, загрязненная земля. Вообще-то ее нужно убрать, ребят. Вот хорошо было бы. Да, 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 убирай. Вот это вот надо убирать. Что там произошло? Ура! Вундердяде, у тебя что-то произошло, нет? Какое-то важное событие в жизни. Но я не подготовил подарок. Кстати, мы здесь разрушили создателя грязевой пищи. Не знаю, нужна нам она или нет? Хотя у нас, в принципе, тут есть электрогриль. И, кажется, луковка. Что ты здесь тупляешь? Тебе что, дел нету? Я знаю, что ты можешь сделать. Ты можешь пойти и взять эту землю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опа! Стоп, у нас семь столов, но у нас есть копатель. И нам, черт подери, нужен, чтобы уголь делать. Давайте животноводством займемся, точно. В этой серии мы должны животноводство развить. А также мы новое растение обнаружим. Также у нас есть обсидиан, гранит. Посмотрите, сколько всего. И у нас это все будет превращаться в руду. Я столько болтаю, но я еще вообще ничего не дал. Никакого задания. Почему я такой тупой? Ладно, давайте попробуем пройтись вот отсюда. Да, 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 да. Time to копать. Time to отмена. Time to отмена. Прости. Прокопай только вот это, модник. Я знаю, что тебя просто так потревожил. Ты вообще-то лаборант. Какого фига ты пришел сюда? Забирай. Сволочь, ты меня нервируешь. Забирай быстро. Типа, а это не твоя работа, да? Забирать. Пошел оценить лекарства. Что там подобрал? А сударь-кударь в этот момент делает нам какую-то там таблетку. Потом если для аллергии. Давайте, чтобы тоже производила. Производи, производи. Давайте газы пускать здесь. Собственно, почему я обломил нашего друга? Мы должны поставить здесь дверь. Шлюз. Который ничего не пропустит. Сударь-кударь пришел. Почему ты? У нас что, нет строителя? У нас есть он. У нас его нет. Я думаю, нам нужно нового человека, который будет по строительству шарить у нас. Вот ты. Госман? Нет. Ко мне сегодня приходили строители, и у них очень сильно воняли носки. Потный носок. Восстань же, потный носок! Интересно, дубликанты могут появиться вот сами, случайно, каким-то образом? Есть ли у них какой-то удаленный доступ? Мол, что-то нас не вызывают. Дайте я-ка сам пойду. Так, где потный носок? Куда пошел? Сразу что-то там схватил, да? Захомячил что-то. Собирать пошел, да? Молодец. Воу, воу, воу. Я понял, что... Вот не можешь додуматься, да, сами? Ладно, потный носок. Я нервничаю сегодня очень сильно. Давай, помощник архитектора. Пошел. Поздравляю. Имею в виду, что изолета в комплект не входит, так что будешь должен. Посмотрите на этот фильтр. Он такой... А газовый насос такой... А водородный генератор такой. А земля рука такая. Просто я в тупый респект. Дверь поставлена. Very good. Ребята, спите, спите, спите. Встаньте со стола и идите спать. Когда вы проснетесь, вас ждет новое задание. Интересно, здесь есть микробы? Оу. А, ну потому что... Смотрите, вся слизь. Это плохо. Во всей слизи содержится какой-то микроб. Легочная слизь. Мы еще с таким не сталкивались. И я очень боюсь, что сейчас тот самый день, когда начнется эпидемия. Как же нам к ней, блин, подготовиться? Вот если он пройдет здесь... Стоп. У меня есть такая вот интересная идея. Мы сейчас сюда не пойдем. Мы здесь поставим раковину. Настенный горшок. А, я думал, это подвесной унитаз. Это, короче, красота, да и только. Вот что это такое. Каждый из вас наверняка хочет себе молдинг. Отрицательный уровень декора. Вот вам по-любому здесь нужен молдинг, ребят. Шик Арно. Нужно построить на свободном участке. Что это, черт подери, значит? Но здесь не будет. Все, забейте. Вот сюда могу впихнуть, если хотите. Лепнина используется в качестве украшения для потолка. Увеличивает значение декора. Вот одну лепнину сюда налеплю. И постамент. Чтобы лепнина сверху над постаментом висела. Декор увеличится в тысячу раз. И все же, стерилизатор для рук. Это что такое? Скилл скрабер. Он заскребывает скиллы с вас. Вот если вы через такой пройдете, то все, ребят. Скилл пропадет. Он с вас... Где мой скилл? Я ничего не умею. Как записывать лестплеи? Шеня. Я... Я буду сейчас записывать вам. Давайте играть. Это давайте играть. Такое видео, Жанна. Я буду играть в него. А вы будете смотреть, а комментирует смешно. Все. Мы играем. Ладно, как будто бы у меня может скилл пропасть. Я прекрасно записываю лестплеи всегда и везде. О! О! Да ладно, как так? Он что, сдох об обогреватель? Че произошло с ним? Модник, подбирай. Молодец. В этой колонии клювом не щелкают. После того, как мастер Южин нашел дневник одного из нас, он был в ярости. Но, к моему удивлению, он изменился. Мастер начал налаживать работу всех систем колонии. Хоть и... А что, если все эти... ...это эксперимент над нами, а те изменения в мастере не более, чем игра, чтобы мы чувствовали себя спокойнее? Это объясняют, почему мы так медленно развиваемся и... Черт, мне надо перестать думать о теориях. Да, у нас здесь есть проблема с температурой. Вот она, вот она проблема нашего сегодняшнего дня. Цикл это 114-го. Температура, которая плохая. Нам нужен охладитель. Давайте его поставим здесь. У меня есть мысль. Ты, ты будешь уничтожен. Right now. Прости, дезодоратор. Ты прости меня. Эф. Надо вот это все приоритетно разрушить. Только провода не трогайте, господи Иисусе. О, блин. Я знал. Я так и знал, что этим все и закончится. Стоп. Соединяйте, блин. Забыл фильтры поставить. Ну что ж ты будешь делать, Евгений? Не забывай больше так. Ставим клетку. Раз, два. Да, кажется, это все правильно. Это все кажется очень правильным. Стоп. У нас нету скиллованного фермера? Кто фермер? Ты. Но ты всего лишь помощник фермера. Давно уже пора, блин, стать фермером. Все. Быстро. Мистер Дуршлаг. Не халк тут больше, не филон. Мы таких здесь не любим. Чуть-чуть нужно продлить. Вот чуть-чуть совсем нужно. Да, вот здесь я разрушу. Молодец. Что за шляга упала прямо потному носку на голову? Я знаю, что вы смотрите на мои шикарные усы весь выпуск. У вас таких не будет. Так что завидуйте молча. Холодильник. Холодильник. Мы поставим тебя тут-то. Пожарный шест позволяет дубликантам. Вот это то, что нам нужно. Все, задание получено. Пошел. Модник. Так, построили? Лед для него нужен. Вот так всегда. Одно порождает другое. Где лед? Даже не знаю, куда его впихнуть уже. Сюда, что ли, его поставить? Давайте сюда. Приоритет. Стоп. У нас здесь что за дверь такая прикольная? Давайте пока вот так сделаем. Собственно, мой план был такой. Они сюда смогут перепрыгивать? Нам нужно здесь еще одну поставить. Хоп. А я не могу. Почему? Потому что надо разрушить. И вот это разрушить тоже надо. Так, парни что-то начинают плохо выглядеть. Бобби, Боб, Мистер Боб. Что с тобой? Что с тобой не так? Туалет? Они все выглядят очень плохо. Это что такое? Ага. Это покоцанная решетка почему-то. Ау. Мы не можем здесь поставить. Сорян. Куда же мы его впихнем? Ледодел. Ледодел может вот здесь находиться. Температурная схема. Здесь что? Очень жарко. 30 градусов. Я ему еще поставил обогреватель. Не бывает. Это оптимально или это плохо? Мне кажется, температура. Вот это оптимально для нас. Знаете, у вас будут спрашивать. Вам потеплее, похолоднее? У меня температуру. Они такие, ну какую? Теплее, похолоднее. Температуру, я сказал. Потому что это оптимально для меня. А эти ребята прям совсем горячие. У них жар что ли? Низкий уровень. Чего? Кислородная схема. О! What? Я не понял. А что за... Оу. Вот это дерьмо. Она просто не пропускает. Нифига сюда. Все забито. Непригодно для... Здесь едва подходит для дыхания. Здесь все плохо. Блин. Стоп. Прокопать. Ребят, вы должны прокопать? Я не знаю, как хотите. Ты работать. Начало-то или нет? А, не начало. Еще рано. А, быстрее, ребят. Быстрее. У нас все плохо. Опять проблемы начинаются. Вот. Вот и носок. Быстрее. Давай ковыляй. Тебя прораб не чморит за твою прическу. Это же я прораб. Лох. С позорной прической. Чморит прораб. Чморит. Вот это пространство, оно и просто ужасное. Здесь даже не значит, что с ним сделать. Мы можем угольную. И мы можем... Мы могли бы... Мы могли бы... Электролизер это работает или нет? Вау. Перегрузка. Небольшая перегрузка, ребят. Как же нам заставить вот эту штуку сломаться? Почему сударь-кударь занимается строительством? Вот. Нас так так же. Где? Он прячется, да? А, он занимается строительством. Окей. Хорошо. У нас не хватает рук. Я понимаю. Восемь человек. Ноль стресса. Все. Эта комната у нас сделана. Давайте здесь построим дверь. Потому что почему бы нет. И, ребята, что теперь у вас? Какие проблемы? Вот так, видишь, можно забираться. Все нормально. Собственно, я хотел вот такую сделать схемку. А зачем я такую хотела сделать схемку? Раз, два. Нам все равно придется здесь пролезть. Ребят, все плохо. Ладно, давайте разрушим вот эту штуку. У нас недостаток еды, а именно очень мало. Разрушить. Нам придется все переставлять. Это разрушить. Приоритет. Я зря хотел строить вот это. Отменить все нафиг. Хоть уже доставил туда даже. Блин. Вот где у нас куча ресурсов лежит. Ладно, у нас какие-то там разработки. Камера обжига. Но я хотел камеру отжига. А, смотрите. Лед готов. Прекрасно. Это мы разрушили. Замечательно. Подобрать приоритеты, ребят. Смотрите, есть рудный очиститель. О, мы можем поставить сюда его. Рудный очиститель. Вот здесь будет стоять. Ай, зашибись. У нас проблема с энергией очень сильная. Почему? Перебой, перепады. Предельная нагрузка. О, боже мой. С каких это пор? Почему это всегда была отличная нагрузка, а теперь она вдруг предельная? Знаете, что по-хорошему надо сделать? Нам нужно разделить. Чтобы один генератор питал одно, а другой генератор питал другое. Поэтому давайте мы разделим здесь и здесь. И мне кажется, это то, что нам нужно, чтобы выжить. Вот здесь разрушим. И вот здесь разрушим. Окей, хорошо. Разрушить провода. Я их не вижу опять. Мы хотели разрушить здесь. И хотим разрушить здесь. Все верно? Нет, нет. Я не то дал бы разрушить. Что ты? Я фигню придумал, ребят. Вот сюда. Вот. А эту тогда мы разрушим. Так, мы, кажется, запороли себе нашу столовку. Она такая красивая была. Ну ничего. Ничего страшного. Мы вот здесь все сделаем. Все будет чики-пики. Вау, что здесь нужно? Газ не поступает? Хлор? Смотрите, какая интересная штука получается. У нас нечем питать этот насос. То есть я замутил какую-то шляпу. Да. Это вообще не нужно было делать. Кризис. Быстрее. Чините. Приоритет, ребят. Дело плохо. Очень мало кислорода поступает сюда. Все-таки. Как же с этим? Блин, неужели придется строить этот говно? Я так не хотел этим заниматься. Вот сюда построим. Вот так. Вот интересно, сколько у нас в воздухе хлора? Где мне его искать? Неужели где-то в исследованиях нужно что-то исследовать? Ну-ка, хлор. Такого даже нет. Представляете? Вода потекла. А, лед растаял. Прям вот польешься, да? Вот прям пойдешь, все, будешь литься, да? Может быть не будешь? Будешь. Будешь продолжать литься, да? Ой, прям повсюду? Прям вниз? Сволочь. Почему? Это просто разливается, посмотрите, льется и льется. Ну, не тварь ли? Похоже, дела на астероиде налаживаются. Но, как любому разумному существу, мне нужно производить расчеты, исходя из логики. Логика, она важна. Ведь это слово состоит из шести букв. Шестерка — это перевернутая девятка. А девять — это главнейший приоритет. Итак, мы примерно до сто шестого цикла практически не развивались, потому что были в отчаянии и изо всех сил пытались выжить. То есть выжить — значит не развиваться. То есть, чтобы выжить, нужно развиваться. Но также, чтобы выжить, не нужно развиваться. Но если мы будем развиваться и не будем развиваться, то погибнем. Чтобы выжить, нужно выжить. Но если мы выживем, то мы погибнем. Кстати, нам бы пригодился психолог. Когда я говорю об этом друзьям, они говорят, что такой инженер, как я, должен читать свой мозг сам. Что это значит? Да не все сумасшедшие. Никому здесь нельзя доверять. Мое отражение в зеркале сказала мне то же самое. А я ему верю. Вентилятор ставим. Ребят, кто-нибудь разберитесь с водой, прошу. И вот эта штука, да, она в приоритете. А еще мы должны вернуть пригодный вид ферме. У нас нету металлической руды. Естественно, потому что вот она. Подмести. Так, давайте-ка, значит, что сделаем. Отмена. А тебя просто разрушим. А тебя соединим обратно. В итоге я просто вернул все обратно. Блин, как все дупо. Елки зеленые, у нас удобрение валяется прямо в резервуаре. И санья довольно-таки много. Хватит лить. Подмести. Нет. Почему? Не надо. Давайте. Все колонии дружно вытираем. Ай, молодцы. Ай, молодцы. Чтобы антисептик для рук поставить, нам нужно хлорный камень найти. Хлорный камень, который, кстати, и выделять должен хлор. Вот и здорово. Где же хлорный камень? Я так понимаю, нужно далеко-далеко уйти. Охренеть, такого даже нету здесь. Хлорный камень где? Блин, я даже не знаю. Но я знаю, что вот если мы пойдем сюда, у нас есть шанс добыть целую кучу металлической руды. Главное не упасть к этой рыбе, она мне не нравится. Но знаете что? Знаете что? Нам нужно это сделать. Мы должны начать выходить за рамки. Хоп сюда. И вот сюда. Хоп. Если что, поставим здесь умывальник до рук. Мы не соединили до сих пор нифига проводами. Да почему же такое ты уродство? Быстро сделайте это. Металлическая руда лежит здесь просто так. Подбираем быстро. Все, сейчас должно работать. Есть! Свет! Свет дали. И наш оркестр снова заиграл. Ах, как приятно это слушать. Бросай в тупый респект. О! Куда? В земле. Землеройка как-то здесь оказалась. Она что, прорыла землю? Когда она сюда упала, я не понимаю. Так, ребят, стой, 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 стой. Вы уже несете? Я же не поставил умывальник. Сейчас. Нет. Кажется, проблема. Я умывальник не поставил. Вот, быстро. Вот тут есть чем дышать? Дыхательный газ. Дыхательный газ есть. Че ты? Дыши. Как тебе рука здесь оказалась? Я не понимаю. А-а-а. Они, наверное, прорыли здесь и нашел. Ой, это смешно. В принципе, если так из-под нее убирать землю, то она очутится прямо в отстойнике. И мы можем просто забыть. Знаете, для колонии это хорошо просто забыть. Надо двигаться дальше. Да, много было жертв. Но их будет еще больше, если мы не начнем нормально охлаждать это место. Кулер, ты работаешь? Смотрите, что-то там подул. Охренеть. Это нужно вручную делать. Его надо вручную охлаждать. Помогает ли это хотя бы? Так, ну вот он что-то создает. Стоп. Температура уходит. Нет. Ставим. О, какая интересная штука. Грибные споры. Они не заразные, а нормально. Опа-на. Что это у тебя, друг мой? Ты кто вообще? Еда для себя. Ах, ты эгоист. Вот он здесь, помыл руки. Пищевое отрабли... Отрабление. Пищевое отрубление. Это такая болезнь, которая есть у меня. Я когда обжираюсь, как свинья, я отрубаюсь потом. Легочная слизь у него еще вдобавок ко всему. Вот оно, ребят. Эпидемия. Пациент зеро. Еще один вот спит. Ааа, нет. Но у нас же есть эта штука. Позволяет перерабатывать слизь, источник болезни, водоросли и получать кислород. Так почему вы его не используете, ребят? Друзья мои, ну какого черта? Что такое? Что произошло с проводом? Он сломался. Разрушьте. Делаем новый. Хорошо, хорошо. Все работает, все есть. Кислород у нас. Ты что-то как-то дерьмо. Серьезно, как-то плохо. Слушайте, а может быть это из-за того, что здесь стоит растение? Давайте-ка попробуем его уничтожить. Приоритет 9. Как быстро его разрушили. Давайте-ка смотреть. Вот схема кислородная. Ну-ка, ну-ка. Подмести. Быстро. Ну, что-то как-то нет. Что-то как-то не то. Смотрите, начало расти. Есть. Решили проблему с температурой. Здесь прорыли. И это прорыв. А теперь спускаемся вниз потихонечку. Надо вот это все просто взять и разрыть. Окей, им нужна будет лесенка, да? Интересно, а будут ли они... Я вот заметил, что они же здесь спокойно как-то прибираются. Посмотрите. Раз, раз, раз. Они могут прыгать на две клетки. Что если мы здесь поставим лестницу? Лестница. Поставлена. А, хорошо, они держатся. А, они вставлены на нее? Или это от того, что они просто запрыгнули сюда? Я не понимаю. Оп. Попробуем сделать так. Потный носок. Что-то почему-то не может забраться. Так, смотри. А, вот сейчас забрался. Руки скользкие, что ли, были. Оно работает, ребят. Супер. Тогда вот зачем мы столько здесь всего построили? Ну-ка, сколько у нас лестница жрет материалов? Песчаник. Оно песчаник жрет. Думаешь, мне что-то полные карманы песка? Игра, блин. Я должен экономить. То есть, если я вот здесь поставлю, они просто запрыгнут на нее и перестанут наконец-таки постоянно открывать дверь. Как у нас здесь с дыханием? Вполне себе. Вполне себе сносно. Отлично, медная руда пополняется золотым сплавом. А он для чего нам нужен? Что-нибудь придумаем. Так, эта штука почему-то ее никто не снабжает. Вообще-то мы тут заразу проносим к нам в дом. А вы не хотите ничего делать с этим? Вот это вообще никак не работает. Газ не поступает, потому что хлор камня у нас нет. Хлор! Как сложно, ребят. Я думаю, мы должны разрушить вот эту штуку. И каким-то образом начать выкачивать воду отсюда. Ибо этот резервуар, немножко уже вот его можно плюнуть на него. Как интересно, что мы хлор отыскали-таки. Есть ли какой-то способ выкачать воду в какой-то резервуар? Да, если бы мы поставили насос вот сюда. Это можно осуществить. Например, если мы сделаем вот так. Так, так. Что-то ребята не торопятся, да, все-то забирать? Как всегда. Вот они не любят забирать мне ничего. Подобрать! Сударь! Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Много микробов, генная слизь. Быстрее лекарства там какое-нибудь сделайте. Лекарства, хорошо? Какой-нибудь там эдакая лекарства. А, больных дубликантов нету? А, что мы парились? Короче, да, мы изолируем эту воду. Сколько можно. Хватит это терпеть. Здесь будет система грязной воды. Она будет делать там воздух. И все окей будет. А вот здесь, вот здесь вот сейчас, когда они проснутся, они сделают мне очень клевое место. Я попробую делать насос, не прорубая причем. Вот здесь обвалится по-любому. Вот если вот тут мы поставим, вот прямо так сразу уплотним. Да чего уж там, мы и тут уплотним. А, это здесь не нужно, надо отменить. Ну-ка, они должны пролезть здесь тоже. Есть! Раз, два. Не, нет! Закрывай горы! Малой кровью, малой кровью отделались. Ну, не совсем. Но, ладно, у нас будет много... Черт, ладно. И думал, что она так провалится жестко. Фуууу. Ты, ты, ты виноват. Да, блин, Шлюпель, твоя вина. Какой кошмар! Стоп! А кошмар ли это? У нас же здесь получается очень хорошая вода. Изумительная вода. Может быть, можете ее пить. Пейте ее. Блин, как это было стремно. Как это было стремно. Ты что? О, смотрите, Шлюпель подпевает им. Это прекрасный оркестр, мне нравится Они как-то, знаете, задают тон Хорошего утра, без всяких потопов Эта вода зато хорошая, правильно? Она, смотрите, она идеальная Вы можете пить ее, друзья мои Ой, куда ты? Урот Ну ладно, она не загрязнилась вроде бы Воздух, потихоньку, она потихоньку грядет Неважно, сейчас у нас будет с вами Супер клевая водопроводная система Мы будем выкачивать воду прямо отсюда Иииии Куда бы ее закачивать? Я не понимаю, у нас еще нету никакого резервуара Что-нибудь, что наполняется водой Вот он, резервуар А-а-а, все, все, мы будем отсюда его перекачивать Все, it's ok, план есть Раковина, почему-то ее никто не снабжает Это же самое первое дело Давайте пока поставим здесь насос для жидкости Вот сюда Интересно, мы его здесь поставим? Недоступно для копания А если сюда встать? Боюсь, что здесь тоже будет очень плохо Ладно, давайте сделаем так вот Мы попробуем сейчас аккуратненько Вот тут вот заделать Вот так, вот так Сначала здесь отменить Так, кажется, кажется, что-то есть Что-то наклевывается тут Давай, строй, урод Не хочет Кстати, у нас 0 калорий тем временем На нашей колонии Вода, приоритет А, и нечем закачивать Я понял, я осознал свою ошибку Друзья, продолжаем выкачивать Опс А у нас еще нет энергии Почему? Так как же Я забыл про это Знаете, ребят, ну это совсем как-то Прям бесит Ничего, у меня ничего не вырабатывается Все плохо Кислород Каким-то образом еще остался Недоступное место для строительства Блин, вот эта штука очень крутая находка Вот как-то так мы можем сделать Опс Знаете, что я думаю? Вот этот чел Уйди, уйди с глаз долой Пищевое отравление? Ну у кого? У мистера дуршлака? А че что-то, че-че-че, че случилось-то? О, мой гад, как больно в животе. Почему ты завис? Готовь еду. Иди лечись, чтоб тебя. О, он выздоровел. Симулянт какой. Я не понимаю, кто у нас фермер. Вундердядя, у нас уже фермер давно. А опытному фермеру? Да, еще долго ему до опытного. У нас единственный, кто без работы, это Бобби Боб. Давай, в чем ты хорош? Копание, физическая форма. Ты сильный, но твои навыки здесь никому не нужны, кажется. Работает с техникой. Даже не знаю. Вот кто у нас может быть. Инженер-универсал. Пусть будет, да, инженером-универсалом. Наконец-то у нас всех в пределах теперь. Вау, смотрите, как лед делается. Джа! И получился лед. Цикл 112. Я совсем недавно появился в колонии, и меня сразу удивило, зачем тут повсюду стоят обогреватели. На них еще и тратится куча электроэнергии. Зачем? В колонии так жара. Только что прорвало трубу с водой на теплице. Ну, хоть завядшие от жары пищевые деревья немного охладятся. Хотя Растаман во мне немного огорчился. Но все к лучшему. Брошу эту вредную привычку, и легкие будут здоровее. Вот это никогда уже не очистить. Самый прикол. Блин, да и тебя здесь не надо, ну, разрушься. Просто мгновенно разрушься. Как там у нас дела здесь? О, отлично. Теперь, мне кажется, мы можем построить клетку здесь, правильно? Правильно. Недоступное место. Я думал, так можно сделать. Ну, получается, я зря думал, что я могу, да, через стенку что-то заставить их построить. Тогда я могу зайти отсюда. Полез, полез, дружище. Молодец. И вот сюда. Вот почему бы сюда не прокопать, правильно? Отсюда. Ооо, резервуар для жидкостей. Даже не знаю, где такой красивый предмет разместить. В самом недоступном месте. Он будет для элиты. Вот здесь стоять. Кто же будет этой элитой? Кто будет пить самую очищенную в мире воду? Наверное, это будет мой любимчик. Бобби Боб, мистер Боб. Посмотрите на него. Он же явно самый главный герой в этом шоу. Однако, проблема есть в том, что весь водород сюда валит. Да? Это плохо. Что ж, чего мы добились за этот выпуск? Я даже не могу понять, если честно. Что мы сделали? В чем прикол этой серии? Землеройка опустилась. Прямиком в ад, видимо. Только она думала, что она наконец-таки за пределами этой ужасной колонии. Так мы ее обратно впихнули. Мы попытались с вами вкачать нового чистенька воды и опрокинули ее в итоге нам на голову. Все. Из знаменательного все. А, ну еще да, сделали кулер. Айсмейкер и айсфэн, который ручной оказывается. Это подстава, что он ручной, конечно. Также сделали рудный чиститель, который не работает, поскольку хлор не в доступе пока что еще. Даже не знаю, куда подать себя в следующий раз. Что делать с этой колонией? Это ужасно. Это, с одной стороны, все хорошо, но с другой стороны, все плохо. Все недостаточно хорошо. Вот так бы я сказал. Блестячок спит на фонарике. Это так мило. У нас есть декор. Вот еще, да, хорошая вещь. Но чертовски плохая температура заставляет это место очень сильно нагреваться. И наш урожай портится. Давай шлюпель фигач. От этого зависит твоя жизнь. Ты же у нас голодаешь. Вот, смотрите, сколько холода производится. Он уходит куда-нибудь? Он особо не расходится даже. Они сейчас серьезно хотят, чтобы я взял, поставил здесь целую кучу таких, чтобы три человека дули в этот пропеллер. Так не бывает. Вообще, почему здесь так жарко? Объясните мне. Вот здесь вообще холод. Тут жарень. Люто. 50 градусов. Люди спят. 50 градусов. Вы что, обалдели? Разрушить. Окей, ладно, это батареи. Мы можем понять, почему здесь все плохо. Ну вот это жесть. Все, долой. Да здравствует прохлада. Сейчас скоро остынет. 50 градусов. Вы вообще обалдели. Почему мне никто не сказал? Я не ведал. Я не виноват. Ребят, вы умрете. Хватит. Остановитесь. Все. И хоть на первый взгляд кажется, что в этой серии мы абсолютно ничего не добились, все же это не так. Поскольку у нас колония самая лучшая во вселенной музыкальная группа. И звуки ее прекрасной музыки разносятся по всей вселенной вокруг. Что ж, друзья, на этом мы с вами закончим очередной выпуск по Oxygen Not Included. В следующий раз я постараюсь сделать что-то большее. Потому что сейчас такая ситуация, что приходится во все стороны, знаете, развивать. Очень много думать приходится. Многозадачным становлюсь я. Поэтому во всех направлениях, которые перед нами открываются, мы будем двигаться постепенно. Спасибо большое, что смотрели. С вами был Юржин. Не забывайте лайкать, комментировать, подписываться, вступать в группу в ВК, в Steam, в Instagram. Все ссылки будут в описании под видео. Также на плейлист Oxygen Not Included будет тоже в описании ссылочка. И на другие прохождения. Не забывайте все смотреть и все лайкать. Огромное всем спасибо. Люблю вас всех. С вами был Юржин и всем пять. Цикл 110. Иногда я забываю, кто я на самом деле. Когда я впервые попал в колонию, я был молод и горяч. Колония представлялась мне радужной, будто это какая-то игра. Сколько же времени прошло с тех пор? Седина на моих волосах говорит, что достаточно. Но самое главное не это. Я перестал чувствовать жизнь. Теперь есть только я, мастер Юджин и астероид, в котором я оставил свое прошлое и потерял будущее. И я режу, режу камень лазерным резаком, прокапывая все новые шахты, успокаиваясь лишь в конце рабочего дня. Теперь у меня нет имени и нет жизни вне этого астероида. Я шахтер. И моя судьба быть здесь и заботиться о колонии, о друзьях и даже о мастере Юджине. Я не умею ничего другого, кроме как выживать. Но в этом уже я мастер. Субтитры создавал DimaTorzok